Их пока нет в Красной книге, но они большая редкость для всего мира. Кошки уникальной породы каракет разводят их только в Краснодаре. И это единственный питомник на весь мир. Год назад он получил признание международной организации. И эти кошки могут себе позволить любые капризы. Ведь своим появлением на свет они зарабатывают около двух миллионов рублей. Это цена только за одного животного на питомцев, который дороже некоторых бриллиантов, посмотрела Елена Мешкова. Это уникальные кадры. На них детеныши каракета. До нас малышей этой редчайшей гибридной породы не удавалось увидеть ни одной съемочной группе. Как и положено котятам, они резвятся, тычут мокрыми носами и гоняются за игрушками. Вот только скорость прыжков, реакции и мощность лап в пару раз сильнее. Еще бы, их отец каракал – дикая степная рысь. Благодаря союзу хищника и домашней кошки мир приобрел новое животное. Каракеты – питомцы далеко не бедных хозяев. Их всего несколько десятков на планете. И пока все у нас, в России. Киска на миллион не имеет характерного кошачьего запаха. Ее шерсть не вызывает аллергию. За такие бонусы требуют платить ежедневными прогулками. Каракета гораздо активнее домашних барсиков, поэтому обожают резвиться на свежем воздухе. Весят около 13 килограммов. В остальном же все, как у обычных кошек. Едят мясо, ходят в лоток. Они точно так же перетаптывают лапками, мурчат. Только у них очень такой низкий мурчащий звук. Целуются, очень любят целоваться, очень любят лизать волосы. Перо, любимая у нас игрушка, вот такая, которая выдерживает каракета. Все движущее, мячики, мышки, пищащие игрушки какие-то. Все это мы любим. Сейчас в России всего 10 семей, где живут каракеты. Владельцы утверждают, не было ни единого случая, чтобы сыновья и дочери дикой рыси проявили агрессию к человеку. Елена Мешкова, Антон Приходько. Программа «Жить в Южной столице».